есть у нас такой вопрос он звучит так какие молитвы бог не слышит как бы мы могли ответить на этот вопрос давай даст тебя ну я думаю что вопрос в моем пониманию самый короткий молитвы не по слову потому что мы очень часто молимся за мы не мы вроде слышит все во-первых но на не отвечает да он все слышит но не не на все отвечает tom не сону он отвечает на все есть три варианта ответа да да нет единис сейчас если вопрос ответ да мы сразу господь услышал моей молитвой и он меня ответил если он говорит не сейчас то значит у него приготовлено нечто лучшее потому что тот же самый иов сидел и у него был ответ от бога не сейчас бог ждал момента когда можно будет ответить его и И он воспримет это все. И некоторые есть люди, у которых был ответ конкретно нет. Например, история с Давидом. Потому что как бы он не просил прощения за свои грехи, ответ был нет. И ребенок умер в конце концов. И это было не для того, чтобы Давида наказать. Просто у всего есть своя цена. Некоторые люди нам могут возразить и сказать, ты перечисляешь как раз ветхозаветных героев. А в Новом Завете он отличается тем, что Христос умер, воскрес и дал всем исцеление. Все уже исцелены. Вот такая позиция. Если все исцелены, и ты, и я, и даже вот. Даже я. Можно вопрос. То есть в этом случае, получается, мы обязаны исцелиться. Мы обязаны исцелиться, если мы хотим принять это исцеление. Если мы знаем, что мы исцелены, то есть еще раз говорю, не верим в то, что мы исцелены, а знаем то, что мы исцелены, то тогда исцеление принадлежит нам. Если мы не знаем, что мы исцелены, то исцеление нужно искать. И, может быть, мы никогда его и не найдем, потому что, на самом деле, мы думаем, что исцелить нужно коленку, а, на самом деле, причина в характере, или в том, как мы, например, ничего не делаем, как сказал Лезер, или питаемся неправильно, а хотим излечить коленку. И, опять же, исцеление, оно должно быть всеобъемлющее, духа, души и тела. Нельзя исцелить только тело или только душу, нужно делать все это в комплексе. То есть, опять же, Бог призвал нас к здравости, Он призвал нас к ответственности за храм, в котором душа наша пребывает, и эта ответственность института на нас. Можно добавлю еще вопросы, и Лезер отреагирует. Человек молится долго, упорно, просит у Бога, всячески, слушает проповедников, читает Библию, все делает и провозглашает, молится, и все, пребывает вот в этом, и все равно не приходит ответ. Что можно порекомендовать человеку, что можно ему посоветовать, пастырский совет какой дать, на что обратить внимание? Вот если все это не работает, в чем может быть проблема? Ну, примерно то, что я сказал до этого, знаешь, как вот ко мне обращаются молодежь, особенно девушки, и переживают о том, что мужа не найдут, не успеют. Я, говорит, уже старый, мне уже 25, вот, я мужа не найду. И, допустим, что я рекомендую, вообще, ну, не об этом заботиться. То есть, мы не должны не об этом заботиться. То есть, мы, когда, что посеять человек, то и пожнет, да? Писание говорит. Я хочу, чтобы финансы были в моей жизни, приходили, а не надо молиться сильно за деньги. Начни сеять. Ну, это такой пример, смотри, то есть, выйти замуж или нет, ты остаешься живым, ну, там, скажем так, финансы, ну, ладно, не достает, ты еще как-то можешь, ну, прожить. А человек может умереть. Жень, я не знаю, я, может быть, сейчас открою страшную тайну, но однажды все умрут. То есть, надо этот факт просто принять, да? В общем, ситуация. Однажды все умрут, и у каждого человека свой период жизни есть. И мне, я знаю людей, которые были исцелены, я знаю через молитву, и живут долго, как моя мама, да, допустим. А есть ли, которые раньше были? Я знаю людей, которых, я же молился за них, и они умерли, к сожалению, не по моей вине, я думаю, вот, потому что у меня есть хорошие результаты, а умерли по какой-то причине. Я знаю людей, которые ходили к врачам и были исцелены, людей, которые ходили к врачам и не были исцелены, понимаете? То есть, есть много коротких ситуаций. Один прекрасный брат с нашей церкви однажды ехал на машине, прекрасный водитель военный, ехал на машине на зеленый свет, на перекрестке вырезается джип, брат погибает в ту же минуту. То есть, я не знаю, и никто не знает, когда и что происходит. Так давайте проживем вот этот период жизни, что Бог нам дает, кому-то до 120, кому-то до 70, кому-то меньше, достойно, чтобы мы не просто сидели в слезах перед Богом, Господи, исцели меня, а чтобы мы на самом деле служили людям и благословляли людей. Я верю, что когда ты начинаешь служить людям... Приведу простой пример. У нас была сестра одна в церкви в Киридгате. Она постоянно жаловалась на проблему с рукой, мы постоянно молились за ее руку. Правая рука, у нее кисть проблемная была, болела, не могла толком ничего делать. Однажды она пришла на домашнюю группу, я никому не объявил, что в домашней группе мы будем закладывать рекламу фильма «Иисус конверты». И тебе приходит, опа, а надо работать. То есть не слово слушать, не молиться, а работать. Я говорю, работаем, товарищи, будем служить Богу сегодня руками нашими. И как-то начали, начали, начали работать, сестра тоже начала работать, потому что, ой, а рука-то сегодня и не болела. И у нее была исцелена рука в тот день. Только через то, что никто не молился, она просто работала, она не обратила уже внимания. То есть, когда мы служим, Бог приходит со своим исцелением. Когда мы заботимся о своем, мы действительно заботимся о себе. А нам нужно, Бог нам говорит, не носить времена друг друга. Я очень много знаю людей, которые, будучи больными, молились за исцеление других людей. Те исцелялись, и эти получали исцеление. Я таких примеров знаю массу. Ну, это как... Вы помните, Авраам стоял в вере, что у него появится сын, да? Уже ангелы пришли к нему, сказали о том, что Сара родит. А это же, в принципе, должно было произойти чудо, да? Да. Должно было произойти чудо. И прямо перед этим, когда в очередной раз он уже отдает свою жену замуж за Авимилеха. В очередной раз. Авимилех говорит, ты что такое сделал? Потому что Бог к нему пришел и поговорил с ним. Но вот в этот момент написано, что уже перестали рождать даже звери. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!